Всем привет, друзья мои! Здравствуйте, мои золотые зрители, дорогие! Мальчиков нет у нас. Друзья мои, сегодня у меня такое утро началось. С проишествия собрались с детьми идти на море и... Я не на море, а в парке спрыгнусь в воде. И Мария начала там с первой веревочки снимать белье, и мой купальник упал на пятый этаж. Идите сейчас, бабуля, поговорить. Самое главное, мы с вами поздоровались. А сейчас я вам расскажу, что делаю, и по ходу покажу, что я пеку. Посмотрите, какая красивая у меня пицца вышла. Сейчас я буду делать что? Я буду добавлять яйцо. Одну пиццу с колбасой я испекла для детей. Дети съели вот такую вот всю. А сейчас я готовлю для Эльдера. Он должен прийти, позвонил на завтрак. Так что вот так вот, чем я занимаюсь с вами поговорить. Сейчас надо быстро заливать яйцо. Вот такая вот пицца. Я сейчас вам все расскажу, покажу. А сейчас вот так вот я буду заливать яйцом. Вот это пицца из болгарского, помидор. Дети такое не кушают. А Ашкэм с удовольствием поест. Все это делаю по рецепту моей дочери. С утра с ней на связи. Проснулись, мы же не пошли на море. Почему мы не пошли на море? Потому что купальник упал к соседям. И думаю, в 8 часов они их будить стыдно. И сказала, все, я пошла делать, сделала йогу. И с дочерью разговариваю, думаю, неохота идти за хлебом. Мы же утром привыкли с детьми покупать хлеб, да? И она посоветовала сделать. Говорю, научи, как ты делаешь. Она делала дома пиццу. Такое у нее вкусное тесто. Просто обалденное. Когда они жили в Ланчхуте, то натрия моя, тепла хлеб сама, то есть она специалист по хлебу. Ну вот, и я замесила вот такое дрожжевое тесто. Друзья мои, как это делается тесто? Извините, что может сумбурно все вам рассказываю, но потому что дети там разговаривают, ну а им тоже хочется поиграться, мы сами понимаем. Она сказала, возьми муку. В общем, все дело под контролем натрии. Муку, наверное, почти полную эту миску. Добавила соль на глаз, сахар, дрожжи 3 чайные ложки. И начала месить воду тоже на глаз. Ну, наверное, пол-литра, может даже и больше. Когда, значит, мы замесили, оно все липнет. Вот тогда надо добавлять очень много растительного масла. И промешивать именно это тесто в масле растительном. И оно отходит от рук. Чудеса делает. Когда начнет прилипать, еще добавьте растительное масло. Вот таким образом я замесила тесто, пошла, сделала йогу. Потом, значит, быстренько раскатала. И почему я перевернула на перевернутом противне? Потому что иногда... Потому что иногда тесто очень прилипает, пицца. И она приспособила меня так, к таким действиям. В общем, пеку сейчас пиццу. Одновременно. Это тесто стрячу в холодильник. Еще буду делать таким методом. Одновременно готовлю суп мерджимик. Моей Марусе нравится этот суп мерджимик. Вот такие вот у нас новости. Говорю, дочери, хватит. Мы на связи с ней все время. Я говорю, дай мне записать видео. Забыла я про видео. Хоть с опозданием, но сделала. Вам желаю всем удачного дня. И до скорых встреч. Друзья мои, посмотрите, вот тут я готовлю мерджимик. Вы знаете, как я делаю зажарку. Потом я добавляю картофель. И мерджимик. Добавляю воду. И все. Варится до готовности. Детям очень нравится. Так, со временем. Пицца готова. Вот так папуля со временем достает. Вот так, видишь ты? Сказываешь нашим зрителям, любимым. Вот так. У нас вчера было столько эмоций у детей. Я была такая уставшая. Пришла домой. Их искупала. Все равно думала, не буду купать. Еще по дороге нам Эндер купил мороженое во всем. Они накатались на вот этих качелях разных. И мы столько шли домой километров. Представляете? Они все вынесли. Такие они выносливые. И когда он купил корнета нам мороженое. Вы знаете, в Турции корнета есть мороженое. Пускай это сейчас пока побудет здесь. Пока он придет. В Турции продается значит корнета. Оно около 7,5 лир. А еще и кейфи. Вот такое мороженое наподобие. Ничем не отличается. Может быть там начинка какая-то там нет. 2 лиры 50 копеек. Я рекомендую. 4 мороженое 10 лир. Намного выгодно. Вы по всем не накупите столько для детей каждый день. Так что вот мы нашли выход. Такое мороженое. И пришли, отключились. Но я еще там искупалась, их уложила. И легла пластом. Друзья мои, мы такой. Вчера у нас был насыщенный, хороший день. Яйца понравилась Эндеру. Вот осталось 3 кусочка. И я 2 съела. Представляете, и съела 2. А сейчас я приготовила нам кофе. Ему сладкий, мне бессладкий. И вот такую шоколадку, которую я привезла. Из батуми. С изюмом. Буду с детьми кушать. У нас дон-дурма кейфи. Кейфи, дон-дурма пикник. У нас дон-дурма пикник. Друзья мои, я вам рассказывала, какое мороженое. Оно такое же, как карнета на вкус, но стоит 2,50. Вот кто живет в Турции, смотрите. Вот так выглядит корнет. И написано здесь кейфи. Вот, покажу вам на свету. Кейфи, корнет. И вот тут мороженое. И наверх покажи. И ваниль. Очень вкусно. А ну покажи, Марис. Она самую вкуснятину съела, видите. А у Ирмочки, вот. Посмотри, как я кушаю мороженое. Да, видите, орешки, все отлично. И очень вкусно. Посмотрите, как все кушают. Да, молодец. Так что покупайте. Кто кушает такое мороженое, то всем приятного аппетита. Ой, спасибо. Или кто-то это подписывается, тот подписит. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Да. А как подписаться? Мы просто не найдем такую красную. И там будет написано подписаться. Когда вы нажмете, он станет серий. И будет написано, вы подписаны. Вот видите. И на колокольчик и лайк. Да, правильно. Ирмочка, а у тебя нос уже и мороженый. Ладно, давайте. Приятного аппетита. Всем доброе утро. Спасибо. Посмотрите на эту плаксу-ваксу. С утра она плачет. Мои все мои дорогие друзья, мне сейчас муха так укусила, что вообще болит. Идем на море. Вот здесь. Встали рано, но что-то они не могут проснуться. Почему? Потому что поздно легли вчера. Сегодня они лягут 10 часов. Не 9, а даже 8. Мы вчера нагулялись в парке. В пол одиннадцатого пришли домой. Пока я их накормила и скупала. Вот и они легли. Отключились за 2 минуты. Идем на море. Я считаю, что это много людей, потому что здесь вообще людей нет. Море, видно, хорошее. Пошли мы купаться. Водичка теплая или холодная? Она вчера поцарапалась на горьке. Соленая, соленая. Это весь камушках я ударил. Да, бабуля, пройдет. Чуть-чуть надо потерпеть и пройдет. Все, моя девочка, все. Все, моя лапу. Короче, у всех все болит. Пошла им телефон оставлять и иду купаться с ним. Друзья, что-то сегодня в море покусало. И меня, и моих детей. Посмотрите. Мы... Видите? Дэми, покажи ты свое. Посмотрите. Здесь покраснение. Еще где-то Дэми. На пальчике я его покусала. И на спинке где-то я видела. И на ножке покусала. И мы быстро выбежали. Вот, посмотрите, и здесь ее покусала в ручке. Что это такое? И меня покусала на животе. Как будто... Как будто блохи, друзья мои. Вы можете сказать, что это такое, Вадим, может кусаться? Медуза? На медузы не видно было. Мы решили выйти. Лучше выйдем, сейчас переоденемся и пойдем погуляем в парк. Да. А на море больше не пойдем никогда. Да, почему так? У меня тоже на животе одни инкурсы. Знаете, так больно, как блохи, как будто. Я могу теперь идти в парк. Мы сбежали с моря. Нас покусали. Наверное, скорее всего, это блохи. У детей красные пятна. У меня. Я только, как только зашла в море и поплыла, немного укусила. Я там чесала, чесала и не могла помочь. Деми вискану с нами, мари, веточку. В общем, мы решили. И какой-то ветер, тучки закрывают солнышко. И временами прохладно. Мы решили, вот здесь, пока никого нет, наша площадь, погулять с детьми и покататься на качеле. Потому что вечером они все заняты. Мои дорогие друзья, вы скажите, почему каркаркаются эти вороны? Вы можете сказать, остановите вороны, они остановятся. Они каркают, потому что они мусор кушают. А потом они каркают. Да, папа? Очень очень каркают. Вот вы знаете, вот почему вороны каркают. Потому что они мусор кушают. Ну, я говорю, что вороны, они кушают грязное, да, мусорки любят, испорченное все. А почему их по-турецки карга? Наверное, от слова кар? По-турецки карга. Все, дорогие друзья, знаешь, что? Говори, папа. Это большие собаки кушают маленьких собак. Не, большие собаки не кушают. Вот смотри, собачка, осторожно. Они берут собак ротом. Они собак берут ртом. Ртом. А потом они где... Умерла. Стойте, сейчас не двигайтесь, а то собачка, видите... Где безопасное место... Чтобы нас не покусало. Где безопасное место... А собака хля... Это собаки берут ротом... Ртом. Ртом. Где безопасное место, там и ложат. Потому что может и вороны забрать, а большие птички забрать маленькую собаку. И потом унести, и все. И больше не будет маленьких собак. Вот такие с утра турецкие, грузинские, турецко-грузинско-русские байки. Ай, ёлк! Всё, пошли мы туда. Я же говорю, никого нет. Набережная с утра наша. Наши качели. Красотень. Идите, бегайте. И все мои дорогие друзья. Мне же бабуля рассказала, что когда укупается на море, здесь придёт и читает здесь книжку. И любит бабуля, когда на этом катается и читает книжку спокойно. Два-три часа. Да. Когда вас не было, так делала каждое утро. Да. А ты сколько книжку читаешь в день? Скажи честно. Ты же не помнишь, да, когда читала книжку? А надо же читать. Бабуле 50 лет, и она читает. А ты маленькая должна читать. Да, посмотри, как летает. Да, развивается флаг турецкий. Посмотрите, как она выглядит, и потом... Поставьте лайки. Да. Если вам понравилось. Кто-то появился там. Так выглядит красная кнопка подписаться. Да, вот так. Нажмите на неё, и всё, она станет серой. И вы будете нашим подписчиком. Понятно, мои хорошие. Подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. И на колокольчик нашим. Да, на колокольчик. Чтобы она стала. Колокольчиком. Хорошо. Друзья мои, посмотрите, как мы хорошо это делаем. Катаемся. Побросали свои тапочки. Лебеди, сильнее кататься. Да, катаются мои детки. Мои цацулики катаются. Лапулики. Так и расслабились мы. Расслабились по полной программе. Ну что, мои девочки, мальчик. Посмотрите, до сих пор у неё красное. Покажи, бабуля, ножку. Ножку покажи. Стой. вот здесь впереди посмотрите это что такого покусала да видите они расслабились спать хотят все пойдемте давайте покупать погуляем погуляем вот тут по парку еще что не купила велосипед что-то они все время ругаются ирма деми деми хочет батуми наверно к папе маме поехать не слушает бабули деми вот видите хочет он хочет ничего сегодня беретесь завтра померитесь все пойдем погуляем не так уже жар площадку пришли игровую до конечно же качать к площадке это называется я очень это понравилось понравилось я даже везде хочу просто вот так попробовать покататься да да ну я боюсь потому что это страшная корка да вот я чуть не упал когда мы короче в мерсине все игровые площадки найдем с вами мне очень понравилось тебе она эти не могут они сесть потому что горячие да если вы знаете что такое горка пожиратель то посмотрите напишите наверху там напишите что горка пожиратель она если дети катаются если дети катаются то это горка сожирает детей такая где ты это нашла я видела так ночью ночью ничего такое ты что за сказки нам рассказываешь нету такой горки это вас обманывают это что смотрите вы как нам горячий там бабуля попа твоя как будет горячей но пойди потрогай потрогали по я попусечка покусали нас сегодня не понятно что до сих пор у нас красные пятна не галате сейчас покатаю давай вчера то что мы не пошли с детьми и много потеряли вот надо выходить с утра ладно допустим я смотрю такое у нас сегодня произошло с морем на и завтра не пойду может быть мы с утра придем сюда с детьми намного лучше будет эта площадка находится вот эти ситы самые элитные говорят вот здесь и квартиры дорогие ссорите кто живет здесь действительно вот женщина на балконе вы видите да цветочками занимается как светлана и мари пришла мари-мари везде хочет с кем-то общаться и играть посмотри мари там не обижают мари непонятно хоть она не понимает но она везде хочет видите и ирмочка спряталась ирмочка вот она моя пленцезя вот моя клубничка на мари смотрят и деми пошел как ей интересно она соскучилась по общению но они вы на каком языке разговариваете с ними на английском на английском какие слова знаешь она скажи бабуле а по-турецки а по-турецки а по-турецки какие слова знаешь япма не делай что не одни там горячие пришли нагулялись и вот такой завтрак я им приготовила как вы думаете на кого похож на лягушонка по-моему не так ли чайок сейчас буду их кормить всех искупала после моря намазала укусы йодом и себя тоже и быстро на кухню бегом бегом ну а я выпью кофе а может хлеб с маслом съем не знаю вчерашка купил такое масло вкусное очень понравилось потом покажу как называется к сожалению этикетку я оказывается выбросила и не знаю как называется но оно такое в шариках продается очень вкусное до этого покупали и мне так понравилось ну а это тесто что-нибудь надо приготовить из него пришло время выпить кофе кофе я пью без сахара вообще я чай пью без сахара кофе пью без сахара но с шоколадом в общем нам весело грузинские танцы смотрим друзья мои все хорошо прекрасно не знаю на море пойдем или нет у меня эти вкусы валят наверное не пойдем завтра сегодня на ужин решила приготовить детям вот такую курицу знаю что вредная но она у меня стекает что-нибудь иногда можно то супы и все диетическое они хотят вот Маря сидит занимается активно очень активно знаете что у меня остался у меня кабачки такие то что у нас сегодня покусало посмотрите покажу у моего мальчика посмотрите непонятно что видите покажи вот здесь вот что это может быть меня тоже где укусили эти места такие красные но я сразу же йодом обработала не знаю друзья мои что-то дети мои сегодня капризничают все издеваются надо мной в каком смысле увидел курицу Ирма недавно проснулась капризничает Марик никакая неужели их ядовитая рыба укусила поэтому они такие перепуганные сидят в общем капризничают бабулю зле расстраивает грузинский время вон там посадила но хватает их надолго вот так сегодня у нас такой вечер я так хочу нарисовать нейрографику не знаю сейчас получится у меня или нет очень мечтаю об этом прямо так мне необходимо порисовать посмотрите какая Ирма хулиганка у нас смотри на рот на него посмотрите кстати я хочу поделиться с вами что я привезла из Батуми я вам показывала я столько свечек понабрала эти тоже что я выбрала? ребята это я выбрала я выбрала это Настя выбрала мы уже тут зажигали так было пахло хорошо ну на следующий раз мама мне дала по моему упаковку спичек чтобы зажигать вот ну вот как то так и купила же я вот новую иконку да Николай угодник а вот так надо делать когда выйдет Николай молодец помолиться надо Ирмочка посмотрите она рисует на деме у нее вот такая муза пришла муза дядя мой нога накормила ее хорошо хватит хватит ребята сейчас бабуля какие ребята все мои дорогие друзья бабуля сейчас сказала кто красиво нарисует тот получит молоко мороженое как бабуля сказала и посмотрите на мои руки так мои хорошие вы уже чересчур этот ты разошлась вы знаете что она не такая тихо тихоня как кажется с виду уважаемые друзья и подписчики подписывайтесь на мой канал на инстаграме на нем вы увидите то что я не показываю на ютубе это интересные фотографии посты о моей жизни о моем бизнесе ссылка находится в описании под каждым видео пожалуйста переходите по этой ссылке и становитесь моими подписчиками вместе мы сила до встречи